Вот если, допустим, человек хочет служить людям, он работает так же, как все, но он хочет не денег, а служить людям, он будет страдать? Нет. А если человек работает и хочет денег, он будет страдать? Будет. Эти два желания, они дают противоположный результат. Один человек просто счастливо живет. Если два человека работают, они его получают зарплату. И тот, и тот. Человек работает, он все равно будет получать зарплату. Но тот, кто хочет денег, он постепенно от этого желания, у него постоянно психика уходит в будущее. Он начинает ждать, когда он получит свои желания. То есть он не живет настоящим. И чего бы человек не хотел, он всегда этого ждет. Ожидание уводит сознание вперед. Например, если я учусь в школе, я думаю, когда же я закончу школу. Когда закончу, я буду счастливым. Я живу в будущем и в настоящем. Если я хочу новую квартиру, значит, я живу, жду, когда будет новая квартира. Если я хочу себе жену или мужа, то я жду, когда у меня будет муж. Ну, то есть я всегда жду, когда человек в ожиданиях живет, он чего-то хочет, значит, он получает счастье? Нет. Это его напрягает. Ну, то есть есть контакт с энергией вечности у нас. Контакт с энергией вечности всегда это вызов в жизни. Если я не понимаю, что это за сила такая и жду чего-то в жизни, будущего, жду чего-то, то это ожидание меня напрягает. Напряжение означает наказание, неправильный контакт с энергией вечности приводит к тому, что человек скованным становится, напряженным. Это приводит к головным болям, спазмам, болям в разных органах, сковывает суставы, мышцы, заборы возникают, нарушается пищеварение, сон становится поверхностным. Все это ожидание. Дальше человек ждет. Почему он ждет? Он хочет чего-то. Понимаете? То есть, а надо как жить? Надо жить всегда в этом мире, принимая то, что есть. Принимая и пытаясь стать счастливым от того, что есть. Вот сейчас. Вот, допустим, есть такой-то муж, надо его принять. Это очень сложно. Требуются силы. Но если ты приняла, ты получаешь уже другую жизнь. Легче. Надо, вот ты живешь в Германии, надо принять. Вот, если приняла, значит, значит, глюк. Если не приняла, значит, никакого глюка не будет. Вот, поэтому все в этом жизни надо принимать. Так, а если считают, что, ну, вот, вроде бы принял, но когда-то уеду. Это значит, не принял, не принял. Ну, когда-то что? Когда-то уеду все равно. Но сейчас живу, а потом уеду. Уеду срочно я из этих мест, где от черелки безбелый лес. Вот, есть что, павлины, что ли? Да. Что, я выйдешь, что ли, накажусь на шею? Где я накажусь? Павлины с деревьев сажаешься. Нет, правда? Да. А что они здесь делают? Зеленые, белые. Да? Ну, допустим, холодная погода. Она хорошая или плохая? Хорошая. Вы говорите хорошая, но вы не знаете, что она хорошая. Вы не знаете, что эта погода, она лечит. Но любое лечение, это всегда напряг. Вот нам хочется просто спокойно помереть. Вот самое лучшее для человека, это просто лечь и расслабиться. Это тело умирает в это время. Нам самое лучшее, это лечь и расслабиться. Но выйти на улицу и почувствовать холод, люди боятся этого. А это лечение. И лечение очень эффективное, природа лечит. Вот я приехал сегодня сюда, 4 часа летел из Анталии. Вот. Потом еще ехал какое-то время до дома. Я когда приехал, какой у меня был вопрос. Где следующий водоем? Да, где озеро. И напереди ванну теплой воды. Я пошел стоять в озере. Я стоял. У человека есть 5 психических слоев. Я стоял в воде где-то там 9 градусов вода. Сейчас я стоял где-то 14 минут, наверное, где-то. Вот. У меня ушли все вибрации самолета после этого. А потом я пошел, полежал в горячей воде. Я сейчас похоже, что я после перелета или нет? Нет, после перелета. Нормально, свеженький, счастливый. Да? Это означает правильное понимание вещей, принятие, принятие жизни. То есть, если ты принимаешь судьбу, природу, людей, то жизнь становится прекрасной. Но есть такое понятие «тяжелая судьба». И мы чуть позже об этом поговорим. Мы сейчас с вами говорим в целом о жизни на этой земле. Нужно какие-то ключевые моменты понять. Вот, допустим, ветер дует. Это хорошо или плохо? Значит, что он лечит. Но он, когда он дует, он напрягает психику. Надо это напряжение принять, потому что это лечение. Вы не знаете этого, я знаю. И когда ты принимаешь ветер, он тебя начинает лечить. И ты на нем идешь по ветру, он тебя лечит. Солнце, все закрываются от солнца. Солнце надо принимать. Надо открывать голову и идти под солнцем. И когда ты на солнце находишься, то ты чувствуешь жарко, тяжело становится. Это лечение. Это не является чем-то плохим. Я когда в Израиль приехал, сейчас я месяц был в Израиль, там достаточно сильное солнце даже сейчас. Я каждый день увеличивал солнечную нагрузку. Видите, я черненький такой, да? Я каждый день увеличивал солнечную нагрузку до трех часов. Ну, чтобы полностью очистить всю психику. И солнце выводит токсины из тела. И вот оно начало вводить токсины. Также я находился в воде, подолгу, на солнце. Пробежки длительные совершал. Таким образом я восстанавливался. Почему я так делаю? Потому что я знаю, как относиться к этому миру. Тело, вот это тело, оно восстанавливается от аскез и от природы. Три силы делают тело здоровым. Это ветер или воздух, вода и солнце. Но эти силы надо принимать все время. Благодарно принимать, чтобы они тебя лечили. Иначе они будут, наоборот, создавать болезни. Ну, то есть, если ты боишься солнца, значит, она будет тебе делать болезнь. Если ты боишься ветра, то это тоже будет от этого болезнь. Все нормально, мои хорошие. Все хорошо. Вот. Если ты боишься воды, то тоже будет болезнь. Вот сейчас, видите, много воды в атмосфере. Некоторые съежились. Это значит, что вам нужна эта вода. Вот, допустим, если человек не может неподвижное положение тела делать, это значит, что ему надо его делать. Если он не может долго двигаться, значит, ему надо долго двигаться. Если он не может, а не хочет. Вот, некоторые люди не хотят не двигаться. Им хочется что-то делать. Значит, надо не двигаться. Если человек не хочется долго идти, значит, надо долго идти. А если человек не хочется поститься, боится поста, значит, ему нужен пост. Чего бы мы не боялись, там и находится наше лечение из этих трех аскез. То же самое, боишься влажного воздуха, значит нужен влажный воздух. Если боишься ветра, нужен ветер. Если боишься солнца, нужно солнце. Мы боимся всегда того, что нам помогает лечиться, а лечение всегда нагрузка для психики, для организма. И надо принимать всегда. Точно так же принятие надо принять близкого человека, принять страну, в которой ты живешь, принять близкого человека, принять природу, в которой ты находишься. Надо все принимать, все, что тебя окружает. И это принятие, оно не простая вещь. То есть нужны для этого силы. Нужны силы, чтобы принимать. Но это правильный образ жизни. Очень важно понять, что есть настроения, которые разрушают жизнь. Например, ты начал вспоминать прошлое. Думаешь о прошлом, это разрушает жизнь постоянно. Были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри не были, плохая. Нам досталась доля. И многие вернулись с поля и быть на то Господней воле не отдали в Москву. Ну то есть это прошлое. Мысли о прошлом означают разрушение жизни. Мысли о будущем. Вот кончу институт, тогда буду счастливым. Вот уеду из Германии, тогда буду счастливым. Пока живу в Германии. Это означает, что человек не будет, ну он разрушает себя, разрушает свою жизнь в это время, когда так думает. Принятие. Вот я приехал в Германию. Мне хорошо здесь или плохо? Хорошо. Приехал в Турцию, тоже хорошо. Я везде купаюсь, везде солнце, везде люди. Всем радуюсь, всем людям рады. Понимаете? То есть надо вот так жить. Если вы подумаете, что мне легче жить, он говорит, что у тебя Олег Геннадьевич на Мавлиге. Ну я четыре часа летел, только попробуйте четыре часа пролететь по аэропортам, побегать. Это непросто. Надо принимать. Итак, мы с вами говорим о нас с вами. Есть три тела. Как относиться к физическому телу? Когда оно разрушается? Если его позволять, чего оно хочет, оно разрушается. Если его держать в правильных, радостных, добрых рамках, оно может жить очень долго. Ну то есть что позволяет телу жить долго? Режим дня. Рано вставать, рано ложиться. Максимальное количество пищи в обед. Утром легкий завтрак, ужин легкий. Нужно обязательно совершать длительное движение. Нужно научиться раз в шесть дней ходить четыре часа. Это очень важно для поддержания здоровья. Нужно научиться раз хотя бы в два-три дня неподвижно, на неподвижном положении тела находиться в шестьдесят пять минут. Это как раз весь цикл очищения организма происходит. И нужно иногда совершать пост или интервальное питание. Ну то есть в обед поел, в следующий раз завтракаешь, не ужинаешь. Или поужинаешь и в следующий раз только обед. Я вот всю жизнь, уже лет двадцать пять, наверное, не завтракаю никогда. У меня перерыв между питанием шестьдесят часов всегда. Это позволяет все переварить в организме. Все ненужные вещества убираются. То есть тело нужно держать в аскезе. Психику, ну а эта аскеза приносит счастье со временем. Длительные пробежки приносят счастье. Неподвижное положение тела приносит счастье. Ледяная вода приносит счастье. Солнце приносит счастье. Ветер приносит счастье, если себя к этому приучать. И эти энергии, они дают человеку максимальное здоровье. У души есть три энергии. Энергия вечности. Здесь в этом мире она представлена энергией ветра или воздуха. Или как говорят на санскрите прана. Прана или ветер или воздух превращается в жизненный воздух в организме. У нас в организме движется прана, она поддерживает вечность. Без праны вечности нет. Чем больше праны в организме, тем больше вечности. Прана делает тело таким, ну, допустим, маленький ребенок, он такой весь, крепенький был. Немного прана. А бабушка, она такая сморченная, все, у нее мало прана. Яблочко бывает такое упругое, хорошее, а бывает такое сморченное. Сморченное яблочко никто кушать не хочет. Все хотят упругое, да? Так? То есть прана дает человеку жизненную силу. Есть энергия знания. Энергия знания. Если прана, она двигает все в нервной системе, движения всех сосудов, это прана двигает. Поддерживается свежим воздухом. Когда человек работает, думает, он расходует что? Прану. Хорошо, что сейчас открытая дверь, чтобы воздух шел. Это нужно для того, чтобы вы думали во время лекции. Когда мы думаем, поддерживается прана, она движется в организме. Но если человек не гуляет после работы и не спит с открытым окном, со свежим воздухом, то он со временем не сможет нормально работать. Он говорит, у меня что-то нет концентрации. Концентрация это прана, но недостаточно даже просто свежего воздуха, недостаточно. Но прана поддерживается еще движением. Двумя вещами, свежий воздух плюс движение. Поддерживается прана. Теперь энергия знания в организме. Она же тоже должна поддерживаться как-то. Энергия знания поддерживается водой. Когда человек думает, то у него, когда человек знания получает, у него происходит трансформация в организме. Знание означает, что человек что-то новое открывает, получает. В организме вещества усваиваются, усвоение веществ идет. Преобразование. Преобразование веществ идет. Это работает энергия знания. Преобразование. Чтобы энергия знания работала нормально, нужно неподвижное положение тела. Когда человек не двигается, он увеличивает движение энергии знания в организме. Когда человек находится в воде, он тоже увеличивает энергию знания, активизирует ее. И человеку нужна энергия счастья. Если преобразование, химические реакции это энергия знания, то энергия счастья это усвоение. Усвоение веществ. Вот допустим, человек полный, у него хорошо работает усвоение или нет? Нет. Хорошо работает усвоение, это когда человек полный, у него не полный цикл пищеварения. Он промежутно застревает. То есть, почему жир откладывает организм вещества, потому что он не знает куда их девать. То есть, он их не переваривает до конца и просто откладывает. А когда полный цикл пищеварения, это значит до клеток идет, до клеточек идут химические вещества. И для этого нужно две силы. Первая сила это солнце. Нужно иметь, чтобы сильная энергия солнца работала в твоем организме. Это поддержка с помощью режима дня. Если человек встал не в 5 утра, если он в 7 утра встал, на 40% слабее на него влияет солнце. Если человек постоянно встает в 8 утра, это значит, что уже наполовину у него усваиваемость пищи уничтожена в организме. То есть, в 5 утра встает и до 10 вечера ложится спать. Режим дня нарушен, солнце не сможет человек усваивать. Также солнце усваивается с помощью жизнерадостности. Радуется природе, людям, ветру. То ему много не надо в жизни. Его никуда не тащит, никуда не тянет. Потому что он правильный образ жизни ведет. Это с помощью знаний поддерживается. Потому что любое влияние судьбы, об этом мы тоже будем говорить, всегда делает одно и то же. У человека появляются желания какие-то. Ему нужно что-то еще в жизни. У него появляется разочарование. Он начинает вспоминать прошлое. У него появляется напряжение внутреннее. Он не может принять близких людей, своих детей. Все, что в жизни происходит, не может принять. Так действует судьба. И это приводит человека к разрушению жизни. У него начинают страдать процессы. Вот, допустим, если человек не постится, солнце не получает и не радуется, то тогда энергия счастья начинает двигаться неправильно в организме. И это приводит к накоплению токсинов лишнего веса. Потом идут доброкачественные опухоли и злокачественные. Это последовательная статья. Токсины также приводят к простудным заболеваниям. Нет радости, нет включения энергии солнца. Энергию солнца надо в организме включать. Она включается с помощью отказа от пищи. Если человек никогда не отказывается от пищи, он кушает, кушает, кушает целыми днями. Энергия солнца не всасывается. Нет, мои хорошие, детям нельзя здесь, чтобы они здесь всегда будут разговаривать. Энергия солнца не всасывается, ничего не всасывается. Пища не усваивается. Энергия солнца также означает жизнерадостность. Она поддерживает жизнерадостность. И жизнерадостность поддерживает энергию солнца. Нет, с детьми здесь нельзя находиться. Им надо выйти. Каждый звук ребенка отвлекает от лекции. Надо благодарно принимать. Есть две силы, которые отвлекают от мудрого человека. Это красивые девушки. Если сейчас здесь красивую девушку посадите, вы на нее все будете смотреть, не на меня. И дети. Как вы думаете, кто больше отвлекает, красивые девушки или дети? Дети. Дети сильнее всего. Один звук ребенка, лекция сорвана. Все отвлекается сознанию сразу. Это так действует судьба. Но я приехал сюда за много километров для того, чтобы дать знания. Поэтому придется пожертвовать. Дети не должны находиться в зале. Мы говорим с вами о том, как правильно жить. Я только начал говорить о теле. И говорю только о теле с вами. И говорю о том, что тело нуждается в каких-то вещах. Если люди об этом не знают, таблетки не помогут. Что таблетки делают? Они просто уравновешивают то, что есть. Вот таблетки, иголки, гомеопатия. Ну, любое лечение, которое вы бы и не придумали. Оно просто балансирует то, что есть. Вот. А не отвлекайтесь. Это хорошие звуки, благоприятные звуки павлина. Очень благоприятные. Вот. То есть лекарство балансирует то, что есть. А что у нас есть? У нас в организме есть только три силы. Это сила ветра, сила солнца и сила воды. Если этих сил мало, человек не любит находиться на природе. Он домашнее животное такое. Такое тихое. Такое мышка такая домашняя. То тогда все. Жизни не будет. Энергии ветра мало. Энергии воды мало. Энергии солнца мало. А много чего. Чувствительности, болезни, неприятностей, страданий и все остальное. Понятно? Откуда это берется? Это берется от нашей склонности доверять телу. Допустим, тело хочет сильно кушать. Мы кушаем. Сильно хочет спать. Мы спим. С одной стороны, это хорошо, правильно. Нужно спать достаточно. Нужно кушать правильно. Но всегда нужно доверять телу только тогда, когда надо. Вот, допустим, в обед можно поесть сколько хочешь. Вечером запрет. Утром запрет. То есть, только немножко можно поесть. Вечером и утром. Доверять в этом случае телу уже нельзя. Сон. Семь часов. Семь часов. Кому-то восемь, кому-то шесть. Вот сколько положено, надо отспать. Если ты уже не спишь, просто валяешься, ты разрушаешь свою жизнь. Все. В это время надо уже встать. Не нужно дальше чего-то ждать от жизни. И так далее. Ну, то есть, вот эти вот три энергии двигаются внутри нас. И они нам нужны. И они активизируются аскезами. Когда человек не двигается, энергия знания активизируется. Это значит, что все воспалительные процессы будут проходить, когда ты не двигаешься. Хотя само по себе неподвижное положение тела вызывает, тело затекает, становится очень тяжело, неприятно. Может быть, жар в теле возникнет. Головокружение. Это все лечебные процессы. Это не является чем-то плохим. Люди боятся, когда все затекает тело. Они боятся, думают, что это вредно для здоровья. Нет, это не вредно. Это идет лечение. То же самое, когда человек бежит или идет долго, то в организме такое, ну, тяжело идти. Вот чувствуешь, что тяжело. Но это все идет лечение. То же самое, когда пост там сосет, что-то еще. Вот это вот все неприятное ощущение. Человек кажется, что это вредно для здоровья. Нет, это не вредно. Это лечение. И вот к этим видам всем лечения надо привыкнуть. Когда человек пробежался, у него ноет тело. Это лечение. Вот если болит тело, боль если… Это не в лечении, а если ноет, это лечение. Вот пробежался, ноет все. Это хорошо. Вот стоишь, затекает все тело. Это хорошо. Когда человек длительное движение совершает, энергия вечности включается, тело ноет все. Это лечение. Когда человек не двигается, все затекает. Это лечение. И когда человек постится, то в организме возникает такой жар такой внутренний. Знаете, такой, как будто что-то горит внутри. Это лечение. Когда человек постится, что он делает? Он заводит энергию солнца внутрь. Потому что когда человек ничего не ест, организму нужна пища. А самая главная пища, это энергия солнца. Вот самая первая пища, когда пища попадает, солнце попадает куда сначала? На листья, да? Они всасывают солнце. Потом листья едят животные, да? Получается молоко. То есть у нас получаются молочные продукты. И дерево вырабатывает также фрукты, корни, плоды и так далее. Это все начинает с солнца. Но мы напрямую можем солнце получать, не принимая пищу. Даже есть такие люди, которые вообще не кушают. Но они должны по 5-6 часов на солнце быть в день. Они питают солнцем, говорят, солнце еды. Понимаете? Все люди должны питаться солнцем. Солнце это самая чистая энергия, которая дает возможность глубочайшего усвоения веществ. Люди говорят, витаминов не хватает. Это не витаминов не хватает. В пище достаточно витаминов. Любой. Яблоках там, апельсинах. Достаточно витаминов. Но они не всасываются, потому что не хватает радости. Радость это преобразованная энергия солнца. Не хватает поста. Это закачивание энергии солнца. И не хватает солнца, которое можно напрямую получать. Радуясь ему. Ра даст. Ра это солнце даст дарить. Если ты даришь солнце, то ты радуешься людям, то ты получаешь солнце внутрь в это время. И когда ты не ешь, тоже получаешь солнце внутрь. Когда человек стоит в воде, он получает энергию знания внутрь. Энергия знания нужна для того, чтобы химические реакции в организме происходили. А усвоение, когда усваивается все, это энергия солнца. А движение в организме, когда происходит, это энергия ветра. Понимаете? Вот, допустим, человек говорит, у меня память плохая. Память это что такое? Память это усвоение. Это солнце. Это энергия солнца. Когда человек жизнерадостный, и он любит солнце, у него хорошая память, у него все усваивается. Когда человек любит свежий воздух, у него хорошая концентрация внимания, хорошая работоспособность. Когда человек в неподвижном положении тела культивирует, он может быть спокойным. Спокойство – это энергия знания. Спокойство. Вот вам сейчас спокойно сидеть? Да. Почему? Потому что я подстоял в ледяной воде. С радостью. То есть, так еще Господь сделал, чтобы мы стояли в озере, и солнце светило в это время. Когда сочетание этих двух вещей получается очень сильное наполнение. Павлины – это жар птицы. Это солнечные птицы. Поэтому их крик, он радует. Вы примите просто. Радуйтесь внутри себя и слушайте лекции. Это жар птицы. Солнечные птицы. Они ознаменуют удачу. Крик павлинов – удача, значит, жизнь. Итак, физическое тело нуждается в режиме дня. Нуждается в аскезах. Длительное движение и подвижное положение тела. Сухой пост на воде. Сначала, потом сухой тоже возможно. Сухой пост – это значит, уже нет охлаждения организма. Солнце идет и накачивает организм напрямую без охлаждения. Вот сначала, допустим, надо на солнце стоять в воде, когда оно никогда не перегреет. Если ты на солнце смотришь с закрытыми глазами, он никогда не перегреет. Вот так в воде стоишь, на солнце. Точно так же, когда человек пьет воду, когда он постится, то он никогда не перегреется. Но приходит время, и человек может без воды на солнце стоять, у него уже чистые каналы психические, солнечные. Он может просто на солнце быть без воды, и у него нормально. Точно так же, человек может без воды поститься на сухую. Тоже все будет нормально, если организм чистый. А если нет, то нужна вода. Три эмоции поддерживают энергии. Три энергии в организме. Эмоция радости поддерживает солнце в организме, солнечную энергию. Энергия радости. Энергия радости поддерживает солнце. Энергия спокойствия, эмоция спокойствия поддерживает знания. Эмоция спокойствия поддерживает знания. И эмоция веры поддерживает вечность. Понятно? Ну, под каждую эмоцию есть песни. Допустим, эмоция вечности, поддержание энергии вечности. Такая вот песня может быть. Верь. Энергия вечности. Вера. Спокойствие. Энергия знания. Радость. Энергия любви. Три эмоции. Вера или решимость. Эмоция решимости. Эмоция спокойствия. Эмоция радости. Три эмоции, которые вкачивают энергию в нашу жизнь. Если человек не вкачивает какую-то эмоцию, значит жизнь будет разрушаться. Мы не имеем права не быть спокойными, радостными и смелыми. Для того, чтобы принимать судьбу, что нужно? Спокойствие нужно. Спокойствие. Нужно спокойствие. Неподвижное положение тела усиливает принятие судьбы. Вот пришло, стресс пришел, ты не можешь принять. Не двигайся, иди в воду. Обида возникает. Как результат непринятия судьбы, обида возникает. Гнев возникает. Раздражительность. Нужно не двигаться. Нужно идти в воду. В ледяную воду. А к этому нужна привычка. Неподвижное положение тела нужна привычка. Энергию знания надо прокачивать в теле каждый день. Чтобы быть готовым к судьбе. Ее надо учиться принимать заранее. И то, что она пришла, ты там начал неподвижное положение тела, уже поздно. Потому что у тебя жар уже в психике, жар в теле. Ты обиженный, у тебя непринятие людей, тебя трясет от всех. Это значит, что энергия знания разрушается в организме. Ты не можешь не двигаться, тебе плохо. Ты не можешь в воду, тебе плохо. Значит, не тренированный. А когда приходит плохая судьба, нужно быть тренированным. Нужно... Вот мне плохая судьба пришла, 4 часа пролетел. Я сразу в воду. Выдержал, убрал вибрации из тела. Потом в горячую ванну, под душ и все, я нормальный. То есть после ледяной воды надо все равно тепло назад вернуть в тело. Но уже заходит чистая энергия. И чистые эмоции хорошие тоже все это делать с радостью. Неподвижное положение тела. Время неподвижного положения тела, молитва нужна. Энергия знания сочетается с памятью о Боге. Самое высшее знание, это духовное знание. Есть три вида знания. Есть духовное знание, есть нравственное знание, есть материальное знание. Материальное знание, это знание, которое я вам сейчас даю. Это знание природы. Есть нравственное знание, оно поддерживает наши отношения, связи с этим миром. Есть духовное знание, оно поддерживает отношения с Богом. Память о Боге. Итак, тело нуждается в аскезах, трех эмоциях, радость, спокойствие и воле. Нуждается в режиме дня. Все. Больше телу ничего не нужно. Если человек все это дает телу, он здоров. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Радость. Заставлять себя радоваться, заставлять себя спокойным быть, заставлять себя верить. Режим дня. Рано встаем, рад морожимся, спать, вовремя кушаем. Все. Больше телу ничего не надо. Ни таблетки, ни массаж, ни углукалывание. Ни гербалаев. Ни тибетская медицина. Ничего не надо телу больше. Только вот эти вещи, которые он берет чистым. Больше телу ничего не поможет. Потому что тело нуждается только в энергиях природы. Понимаете, больше телу ничего не нужно. Ему нужна только энергия природы. Все. И они поддерживаются аскезами, режимом дня и правильным настроением. Все. Энергия вечности поддерживается волей. Энергия знаний поддерживается спокойствием. И энергия счастья поддерживается радостью. Если человек расслабляется, он умирает. Если человек себя держит в руках, он живет долго. Запомнили? Дальше поехали. Да? И в этом вопросе, и в других вопросах все есть знания. Но мы сегодня пытаемся полную картину взять в жизни. Чтобы понять, когда приходит тяжелая судьба, что делать. Иначе человек ломается. Это физическое тело мы разобрали. Оно питается, запомните, физическое тело питается энергией природы. Запомнили? Все. Не будете вырабатывать, не будете поддерживать, никакого здоровья не будет. Хотите быть здоровыми, болезни у вас тоже это то же самое надо делать. Все болезни уходят из организма. Как правильно делать, расскажу. А можно такой вопрос? Вот если, например, после работы очень голова болит и никак не проходит, это какая энергия нарушается? Это чаще всего две энергии. Это энергия вечности страдает, это энергия знаний. Ну, например, сидишь как бы неподвижно, да, долго? Это не то. Есть специальные упражнения тела, которые энергию знаний запускают. Вот я сижу неподвижно, но энергия знаний не запускается. Это не астетичное положение тела. Вот некоторые говорят, коллеги Геннадьевич, а если лежать неподвижно, это не аскезы. Аскезы, когда стоишь вот так. И при этом надо еще, мы же говорили, что энергии запускаются, когда человек в правильном настроении находится. Но когда человек работает, он же не спокойный, он не радостный и не волевой. Он беспокойный, он наоборот печальный, нервничает. Копятся блоки в организме, не чистота, а засорение наоборот копится. Понимаете? Когда аскеза сочетается с правильным настроением и сочетается с правильным контактом с природой, тогда это лечение уже. А если это сочетается аскеза с неправильным настроением, тогда это калечение. Я же вам сказал с самого начала, выходишь на воздух, на свежий, испугался ветра, заболел, простыл сразу. Воды испугался, сболел. Солнце испугался, умер. Солнечный удар. Понятно? Дальше поехали. Психическое тело. Это связи. Психическое тело, тело, наши психические тела связаны друг с другом. Психическое тело, это связи людей с разными людьми, взаимодействие. Каждый человек, о котором мы думаем плохо, что он не испортил жизнь, как ты мог, это разрушает жизнь. Любые плохие связи разрушают жизнь. Мы должны иногда противостоять людям. Должны? Да, иногда нас люди разрушают, они хотят украсть у нас бизнес, разрушают семью. Иногда надо противостоять агрессии, противостоять агрессии надо, иногда противостоять. Но все равно внутри нужна энергия доброты. Надо всегда быть добрым внутри. Потому что доброта, это основа взаимодействия с этим миром. Любая другая эмоция, злоба, разочарование, напряжение, все это разрушает человека. Бывают люди недобрые. Но ты когда добрый, ты можешь быть смелым параллельно? Ты можешь наказывать недоброго человека, если ты добрый, или не можешь? Некоторые говорят, если добрый, ты никого не накажешь, надо быть злым, чтобы наказывать. Добрый человек может наказывать? Да. Потому что есть два вида доброты. Это именно доброты два вида. Есть строгость, это доброта. И есть заботливость, это тоже доброта. Две эмоции доброты. Желание помогать и желание наказывать. Это две эмоции доброты. Две стороны одной медали. Они распределяются в жизни определенным образом. Вот допустим, и надо изучать отношения, есть разные отношения. Допустим, семейная жизнь, семья. Где находится строгость, а где доброта под семейной жизнью? Где строгость? Она и то, и другое должна быть. Где строгость? Снаружи или снутри семейной жизни? Снутри строгость, а снаружи доброта. На работе. Где строгость, а где доброта? Наоборот. Снаружи строгость, а внутри доброта. Когда близкий человек решил изменять вначале. У тебя снаружи доброта была, а внутри строгость. Как теперь будет? Снаружи строгость, а внутри доброта. Но если у тебя только строгость, то значит ты себя потерял. Или только доброта, ты себя тоже потерял. Понятно? Что значит строгость снаружи? Строгость снаружи, а по отношению к кому? На работе? Это выполнять правила, все инструкции. То есть он должен все выполнять. Если он не выполняет, значит он делает замечания. По-доброму. Наказывать по-доброму. По-доброму дарить ему весь мир. Увольнять. По-доброму. Все по-доброму надо делать. И тогда он не будет в претензии находиться. Потому что претензии к людям, когда к тебе не по-доброму. Тогда претензии. Человек имеет право ошибаться в этом мире? Имеет право. Все, мы все ошибаемся, но надо по-доброму. Всегда. Но есть люди, которые агрессируют. В этом случае ты должен понять, как с агрессором себя вести. Нужно противостоять и сохранить себя. Потому что бывает агрессируют по-разному. Например, близкий человек нарушил заповеди Бога. Он, допустим, обманывает, выпивает. Он изменяет. Это нарушение заповеди Бога. Это агрессия. Это вид агрессии. Все это виды агрессии. Воровство. Обман. Пьянство. Измена. Предательство. Это все виды агрессии. Это называется тяжелая судьба. Когда приходит тяжелая судьба, то человек сталкивается с агрессией. Понимаете? То есть, есть просто люди тяжело вместе. Это еще не так сложно. Потому что, когда есть два способа реагировать на этот мир. Один способ. Ты прощаешь, терпишь, заботишься. Это в основном всегда. Терпеть, прощать, заботиться. Строгость есть, но она выражается только в дистанции. Вот как надо наказывать друг друга, детей? Только в дистанции. Ты не общаешься близко просто. Не разговариваешь. В этом заключается наказание. Если нужно. В каких случаях, когда ты не сталкиваешься с агрессией, с нарушением заповеди Христа. Но если заповеди нарушаются, то тогда в этом случае, ну, мы говорим сейчас не про мировые какие-то процессы, да? А говорим просто про семью. Ну, допустим, измена произошла в семье. То ты уже не можешь жить как раньше. Потому что с тобой в твою жизнь пришла жестокая судьба. Жестокая судьба тебя воспитывает? Чем она занимается? Воспитывает тебя она? Нет, мои хорошие. Она тебя разрушает. Вот обычная судьба воспитывает человека. Но и люди не знают об этом. Что есть судьба, которая воспитывает, а есть судьба, которая разрушает. И смотри, не перепутай. Потому что если ты перепутал, то будут проблемы. Допустим, тебе ножичек показывают, ты думаешь, с тобой играются. Тебя взяли и зарезали. Это уже не игрушечки. Понимаете? Или муж сказал, я как бы изменил. Терпеть, прощать, да? Нет, все уже. Это жестокая судьба. Когда жестокая судьба приходит, что человек в первую очередь должен делать? Запомните, люди теряются, они знают, что делать. Они пытаются мужа возвратить. Муж уходит, они его возвращают. Это надо делать, когда приходит жестокая судьба. А что надо делать? Нужно сохранить себя. Нужно защитить свою жизнь, свою честь, свою себя защитить. Постараться себя не потерять, когда приходит жестокая судьба. Потому что ей не важно, будете вы вместе или нет. Ей важно тебя сломать. Она ломает человека. И она хочет... Любая судьба хорошая. Чего хочет жестокая судьба? Она хочет научить тебя быть стойким. Она будет тебя ломать. Она не будет тебя жалеть совсем. Она будет только ломать. И люди не знают, что такое жестокая судьба. Поняли, да? Нас тогда без успешки встречали, без усмешки встречали все цветы. Вы цветы. Вы цветы. На дорогах к земле. Мы друзей за ошибки прощали. Но когда приходит жестокая судьба, лишь измены простить не могли. То есть не надо позволять себя изменять. Вы до этого сказали, что жестокая судьба хочет нас сломать. А почему она хочет нас сломать? Для того, чтобы мы стали крепче. Это единственная главная причина. Да. Только надо быть на другой уровень жизни. Надо стать другим. Цель жестокой судьбы нас приподнять. Сделать выше, сильнее. Это как вызов такой. Или человек приподнимается, или он просто погибает. Потому что дальше в таком состоянии уже жить бессмысленно. Бог хочет. Или выходи на новый уровень. Или ломайся, помирай. И заново рождайся. Все. Два варианта. Или выходи на новый уровень. Живи больше, сильнее, мудрее. Стань более разумным, мудрым. Или погибай. Чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Чтобы себя не терять, не надо соглашаться с жестокой судьбой. Не надо соглашаться никогда с изменой. Хоть десять раз пусть тебя бросят. Никогда не соглашайся с изменой. Никогда не соглашайся с предательством. Пускай ты потеряешь все. Но согласие на предательство не надо давать. Никогда не соглашайся с обманом. Пусть тебе невыгодно жить становится. Но все равно не соглашайся. Живи в чистоте, в честности. Если приходит жестокая судьба, она тебя сталкивает с предательством, с обманом, с жестокостью, с изменой. И ты должен оставаться верен себе в это время. Не надо быть верным предателем. Не надо быть верным обманщику. Не надо быть верным лицемеру. Насильнику. Пускай даже ты все теряешь в жизни. Одна очень интеллигентная женщина ко мне подошла и говорит. Олег Геннадьевич, знаете, у нас в семье, нас считают очень хорошей, порядочной семьей. У нас окружает очень такое серьезное общество. Ну как бы надо выглядеть хорошо. Но уже более 20 лет мой муж мне изменяет. Он не скрывает даже. Вот. И я разрушаюсь изнутри. Я вот ради того, что у нас такое положение. В общем, он говорит, мы не можем позволить себе разойтись. Мы как бы, у нас такой статус. Мы не можем позволить открыть эту тайну. И она говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, вам надо жить отдельно от этого человека. Она говорит, ну а тогда все будет разрушено. То есть и положение в обществе, и средства, и то, то, пятое, десятое. Вы и так не живете. Лучше живите с малым, но счастливы, чем со многим и без всего. Подтверждение. Понятно? Жестокая судьба испытывает в нас навшивость. И очень важно, чтобы себя не терять, надо также изолировать себя от насилия. Вот, допустим, сейчас дилемма у людей, которые находятся в зоне баловых действий, оставаться или уезжать. Если дихарь судьбы идет на тебя, надо уехать. Не надо находиться в зоне насилия. Люди, когда там находятся, они говорят, ну все равно здесь же не стреляют. Здесь не стреляют, но ты посмотри на себя, ты весь разрушен. Ты не видишь перспективы жизни, ты не знаешь, что дальше будет. У тебя нет жизни. Ты постоянно в страхе находишься. У тебя копится ненависть. Это нормальная жизнь или нет? Зачем? Вот веды говорят, что когда приходит наводнение, есть два вида зверьков. Одни в норки лезут, а другие убегают или улетают. Кто жив остается? Кто убежал. Тот убежал, тот и жив. Остальные все погибают. Есть вихрь судьбы. Это не касается только страны, где проживать, понимаете? Вот допустим, тебя бьет близкий человек. Начал бить. Пришла жестокая судьба. Надо с ним оставаться. Нет. Сразу чемоданчик и... Да, куда-то уезжать. Потому что иначе ты разрушаешь себя. Потому что жестокая судьба, зона соприкосновения с жестокой судьбой губительна для человеческой психики. Она калечит человека. С ней не надо шутить, салочки играть. Она пришла, уезжай, уходи от нее. Если нет возможности, уйди. Возможность всегда есть. Просто есть разные варианты это делать. Люди просто не знают, что у них есть возможность всегда. Вот, например, большинство людей, они верят государству. И думают, что оно всегда их будет защищать. Но когда приходит жестокая судьба, государство может не защищать от нее. А наоборот, уничтожать людей. Так, действует жестокая судьба. Если человек не видит возможности. Значит, нужно молиться. Возможности приходят в результате помощи Бога. Вот, допустим, я предвидел события за три года. Я предвидел события за три года до начала событий. И я знал, что мне надо читать лекции по всему миру. И я знал, что будет изоляться. Что меня изолирует судьба. Я говорю про свою судьбу, я не говорю про события. Я знал, что в моей судьбе меня изолируют. И в результате я начал огромные усилия прилагать для того, чтобы сделать еврейское гражданство. И я как раз успел сделать. До того как. Поэтому я здесь с вами сижу, лекции читаю. Понимаете? То есть, это здравый смысл. А так бы я не приехал уже, все. Меня бы никто сюда не пустил. Да? А как научиться предвидеть какие-то события в своей жизни, чтобы первое время молитвы, как настраиваться, чтобы можно было... Бог не запрещает предвидеть. Просто есть последовательность. Сначала разгреби настоящее, потом будешь разгребать прошлое и будущее. То есть, сначала убери беспокойство из сердца, убери обиды, убери страхи. Есть противоположность вере, это что? Противоположность вере, что? Страх. Противоположность спокойствию, обида. Противоположность счастью, печаль. Надо убрать печаль из сердца, убрать страх и убрать обиду. Когда человек все эти вещи убирает изнутри, то дальше ему можно убирать из будущего и из прошлого. Никто не запрещает. Бог не запрещает нам видеть прошлое и будущее. Но сначала надо разобраться с настоящим. От настоящего идет вперед будущее, назад прошлое. Человек может посмотреть вперед в жизни, почувствовать опасность впереди, ее промаливать, можно аскезы совершать. Три энергии всего существует в этом мире, которые разрушают нас. Энергия вечности, когда разрушается, у человека препятствие перед ним. Непреодолимая сила, каменная стена, трудно справиться, что-то сильное, непреодолимое. Он не может ничего сделать. Говорит, я не могу ничего сделать. У меня нет возможности. Это означает, энергия вечности страдает. Побеждает длительное движение непрерывное, особенно с памятью о Боге. Если человек начинает пробежки совершать, он пробивает блоки эти, у него появляются возможности в жизни. В этом мире все, вот это вот все, что мы видим, это все наша жизнь, наша судьба. Ее можно менять. Та же самая энергия, в которой ты живешь, может тебя благословить или проклясть, наоборот. Возможности появляются в результате молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok